А сейчас давайте тепло встретим нашего следующего докладчика Дмитрий Малахов, Ламоды Тех. Привет, Дим. Привет. Ты прямо в Ламоды Тех работаешь, да? Прямо там, да. Понятно. А кто вообще Ламодой пользуется? Есть такие, да? Вот, да. Ты работаешь в Ламоде, да? И пользуется, да. Да, все. Ну, прям твоя целевая аудитория, считай. Да, сколько? Три руки мы видели. Дим, все. А, так, и давайте, что еще хочу сказать. У тебя много призов за лучший вопрос. Что-то у нас миллиард призов там какой-то, да. Поэтому задавайте вопросы. Шанс получить приз, он стремится, ну, к единице. Это много. Все, пожалуйста. Спасибо. Всем привет еще раз. Я думаю, каждый из вас часто задает себе вопрос, а что мне надеть? Хочу платье, но не знаю какое. Какая футболка подойдет к моим любимым джинсам? Меня зовут Дим Малахов, и я расскажу, как мы в Ламода Тех помогаем нашим пользователям найти товар мечты по визуальному образу. Еще раз немного о себе. Я руковожу направлением ранжирования и навигации в Ламода Тех. Занимаюсь всем, что связано с ранжирами каталога, поиском и товарными рекомендациями у нас на сайте и в приложении. Ранее занимался машинном обучении в Сбере и Рамбере. Ламода Тех — это IT-компания внутри Ламода. У нас работает более 500 человек, которые разрабатывают более 100 высоконагруженных сервисов, обеспечивающих работу нашего сайта и приложения. И у нас более полутора петабайт данных, которые мы используем для того, чтобы сделать взаимодействие с нашим приложением наиболее полезным, эффективным и персонализированным для наших пользователей. Также напомню про Ламоду. Ламода — это одна из крупнейших в России онлайн-платформ по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. У нас более 500 тысяч товаров от 4 тысяч мировых и локальных брендов. И ежемесячно к нам заходит порядка 17 миллионов уникальных пользователей. На Ламода люди приходят к нам, чтобы купить качественные вещи быстро и с гарантированным сервисом. Для себя мы можем разделить наших пользователей на два сценария. Первый сценарий — это пользователи, которые знают, чего хотят. И второй сценарий — противоположный пользователю, которые не знают, чего хотят. С пользователями из первого сценария все намного проще. Они к нам приходят за чем-то конкретным. Они могут зайти в поиск, вбить конкретный поисковый запрос и найти тот товар, который они ищут. Либо могут зайти в каталог, вбить фильтры по бренду, по цвету, по размеру товара и также найти тот самый товар, который им нужен. С пользователями из второго сценария все намного сложнее. Изначально они могут приходить без какого-либо понимания, какая конкретная вещь нужна. Максимум, что они могут, это понимать категорию товара, которую они ищут. Например, девушка ищет платье. И, ходя по сайту, она может заходить в разные разделы, на главную, в идеи, в подборки. На самом деле, куда угодно, лишь бы за что-то глаз зацепился. И мы подумали, а вот что мы можем сделать для таких пользователей старого сценария, который, как девушка на слайде, хочет платье, но еще не знает, какое. В ходе проведения бронштормов и обсуждения данной проблемы мы подумали, что в целом у пользователя может быть некий визуальный образ, на который он может опираться и ища тот товар, который им нужен. И на самом деле мы можем использовать этот визуальный образ, чтобы помочь пользователю найти тот самый товар. И тут мы вдохновились такой игрой, как Акинатор. Раньше была довольно популярная игра, в которой Джин угадывал персонажа, которого мы изначально загадывали. Причем делал он это с помощью ответов на вопросы. То есть он задавал уточняющие вопросы, каждый вопрос уточнял выбор. И за какое-то количество вопросов Джин, по факту, уже мог с большой вероятностью угадать того персонажа, который загадал пользователь. И мы подумали, а что если мы сделаем некую подобную механику, но уже для пользователя ламода. То есть мы можем вместо вопросов задавать и показывать фотографии пользователю, то есть фотографии наших товаров, а вместо ответов на вопросы использовать клики пользователей по фотографиям. И в целом у пользователя будет возможность доуточнять свой выбор. То есть первые клики он будет делать по каким-то, может быть, случайным платям. Но с каждым следующим кликом выбор будет уточняться. И мы ожидаем, что в конце взаимодействия с Акинатором, с продуктом нашим пользователь найдет то, что он ищет. И, как я уже сказал, мы настолько вдохновились Акинатором, что даже назвали схожий наш продукт Акинатор. Кстати, поднимите руку тех, кто помнит Акинатор игру и когда-то в нее вообще играл. О, круто. На самом деле довольно много людей. Для тех, кто не играл, можете отсканировать QR-код и попробовать. Я помню, что в свое время Акинатор угадывал всех персонажей, которых я ему загадывал. Отлично, пойдем дальше. Перейдем тогда к механике работы Акинатора, которую мы реализовывали. Изначально у нас на сайте уже была полка похожих товаров. То есть мы уже умели своими подходами искать товары, похожие на конкретно выбранный товар. То есть как вот на слайде, то есть мы красному платью подбирали действительно визуально, ну даже не визуально, а там просто похожие товары. Но Акинатор — это немного про другое. То есть изначально пользователю дается подборка товаров из категории, например, из категории платья, видно там подборка случайных товаров. И пользователь может кликать взаимодействие с Акинатором на эти платья. Соответственно, после каждого клика выбор пользователя уточняется, и подбирается другая подборка. И за время взаимодействия с Акинатором на самом деле пользователь может кликнуть на довольно большое количество платьев. И идея в Акинаторе заключается в том, что мы хотим найти похожие сразу на все товары, которые кликнул пользователь. Вот если девушка взаимодействие с Акинатором кликнула на три платья, которые показаны на слайде, то мы ждем, что получим какую-то подобную подборку, то есть платьев, которые похожи сразу на все эти три платья. То есть видно, что платья похожи по материалу, то есть они все трикотажные, похожи по длине юбки, по длине рукава, но у них есть еще отличия. То есть в целом, так как цвет разный у платьев слева, то, опять же, в подборке цвет не зафиксирован. Ну и есть какие-то особенности платьев, которые их еще отличают. Теперь перейдем по тому, как мы реализовывали локинатор и что у него под капотом. Изначально перед нами стала задача поиска визуально похожих товаров. Это можно делать разными способами. Один из способов — это использовать атрибуты товаров. То есть мы можем взять атрибуты товаров, которые у нас указаны в контенте, составить из них вектор и искать товары, похожие по вектору атрибутов. Но проблема в том, что у нас в каталоге большая часть атрибутов, особенно самых важных для поиска похожих, не заполнена. И мы тем самым будем искать похожие только по части каталога. И это, наверное, не совсем то, что мы хотели заложить в локинатор, потому что хотелось дать возможность именно пользователю поисследовать вообще, что у нас есть, какие товары у нас могут быть в этой категории, чтобы какой-то выбор мог быть побольше, чем просто кликнуть на одно платье. Поэтому способ атрибутов нам не подошел. Мы рассмотрели другой. Это способ использовать действия пользователя на сайте. То есть в целом мы понимаем, что у нас пользователи кликают по товарам, добавляют их в корзину, покупают. Мы можем взять эти действия, сформировать, например, по ним какие-то фичи, например, бендинги, и искать похожие товары по действиям пользователей. И так действительно будут находиться похожие, но проблема в том, что мы будем находить похожие с точки зрения того, что товары смотрят или покупают вместе, а не в визуальной схожести. То есть это действительно похожесть, но не та, которую мы хотели заложить в локинатора. Поэтому подход по действиям пользователя нам тоже не подошел. И третий способ — это поиск похожих по фотографиям. То есть мы можем взять фотографию товара, можем преобразовать ее в некий вектор, так называемый имбеддинг, который характеризует эту фотографию в некотором скрытом пространстве. И дальше вот в этом пространстве векторов можно искать ближайшие вектора для того, чтобы найти похожие товары. И это действительно то, что мы хотели заложить в локинатор. То есть логично, если у нас визуальный поиск по какому-то скрытому образу, то и логично использовать фотографию для визуального поиска. Для того, чтобы искать похожие товары по фотографиям, нам нужно обучить модель нейронной сети, которая бы преобразовала наши фотографии в имбеддинге. Для этого нужно решить прокси-задачу, то есть дать нейронной сети конкретную задачу, на которую она будет обучаться. В качестве прокси-задачи мы выбрали задачу прогнозирования атрибутов товаров. Тут есть сразу два преимущества. Первое очевидное — это то, что мы научимся искать похожие товары, получим имбеддинги фотографий, и дальше будем искать похожие. И второе преимущество — это то, что мы заполним пропущенные атрибуты товаров у нас в каталоге, и тем самым мы можем эти атрибуты добавить в контент, добавить в наш поиск, и наш поиск станет лучше работать по некоторым специфичным запросам, которые связаны с атрибутами товаров. И тем самым мы можем параллельно решить вторую задачу, то есть повысить полноту нашего поиска. Давайте перейдем к тому, как мы обучали модель. Вот у нас есть фотография товара, у нас в контенте проставлены атрибуты по нему, то есть атрибут красный цвет, однотонный принт, платье без застежки, с длинным рукавом, материал трикотаж. Ну, собственно, берем эти данные и обучаем на них модель. Архитектура модели показана на слайде, то есть мы берем фотографию, преобразуем ее с помощью энкодера в имбеддинг, и дальше из имбеддинга уже прогнозируем конкретные атрибуты товаров, разбитые по компонентам, то есть отдельно есть компоненты, отвечающие за цвет, отдельные за застежку и отдельные за принт. Отмечу, что в качестве энкодера мы использовали довольно базовый и простой энкодер Reset 18, но забегу вперед и скажу, что его было вполне достаточно для того, чтобы решить нашу задачу, и там более сложных архитектур по факту нам в качестве не докидывало, и мы остановились на простой архитектуре, которая почти сходу там заработала. Также отмечу, что мы обучали отдельно каждую модель на категорию. Почему так? Ну, потому что мы хотели именно научить модель выделять какие-то особенности товаров внутри одной категории, то есть особенности платьев, вырезы платьев и какие-то вещи, которые их отличают друг от друга, а не учиться отделять, например, платье от обуви. Это мы и так можем сделать. Ну, просто зайдем в контент и поймем, где в категории на дереве находится наш товар. Далее мы собрали большой датасет. У нас было более миллиона фотографий. Это фотографии из нашего контента, которые у нас хранятся. Также, чтобы сделать его еще более разнообразным, мы добавили аугментации, то есть немножко изменяли фотографии, чтобы модель лучше обучилась. И обучали нашу нейронную сеть 30 эпох, и в результате получили довольно хорошее качество. Если брать с точки зрения F1 меры, то метрики получались от 70 до 96%, что вполне было достаточно для решения задачи поиска визуально похожих товаров. Ну вот, и что мы получили в результате? То есть если мы берем из фотографии получаемый бединг и берем ближайших соседей в пространстве бедингов, то мы находим действительно визуально похожие платья. Вот как показано на слайде. То есть есть белое платье, и мы действительно находим очень визуально похожие товары на него. То есть задачу поиска визуально похожих мы решили. Окей, пойдем дальше. Раз мы научились искать визуально похожие по имбедингам, можем взять тогда логику локинатора и построить ее на как раз поиске визуально похожих по имбедингам. То есть будем брать имбединги, и те имбединги, на которые пользователь кликнул, то есть те товары, на которые он кликнул, мы просто будем брать, искать на них похожие среди всех наших товаров. Что мы получили в результате такого подхода? Вот на слайде представлена подборка товаров. Девушка заходит в локинатор и видит там случайную подборку платьев. Предположим, ей понравилось платье белое в правом верхнем углу, она на него кликнула. Что дальше получалось после одного клика? По факту мы переходили в какую-то подборку уже очень похожих платьев. То есть видно, что после первого клика мы по факту все получаем платье, похожее на одно вот это белое платье. И это на самом деле не то, что мы хотели заложить в идею локинатора. То есть мы хотели дать возможность пользователю поисследовать каталог, посмотреть вообще какие у нас товары есть и как-то постепенно расширять пространство, сначала расширять пространство поиска, а потом сужать и ближе к концу там взаимодействия с локинатором уже там находить тот самый товар. А тут по факту мы получали полку похожих через один клик, и это на самом деле не то, что мы хотели. Поэтому первая итерация реализации локинатора у нас не получилась. Окей, давайте подумать, что еще можно сделать. Помимо самих имбельников мы научились строить вектора атрибутов товаров, то есть мы научились прогнозировать конкретные атрибуты товара, как я говорил ранее. И мы можем на самом деле взять и построить поиск по сформированным векторам атрибутов, то есть они уже будут заполнены, потому что модель умеет обрабатывать все фотографии, и мы можем просто искать похожие по ним. Но если мы это реализуем вот так же, как в первой итерации, то по факту мы будем получать слишком похожие товары сразу после одного клика. Поэтому мы добавили эффект рандомизации, то есть мы делаем так, что вектор, по которому мы ищем похожих, запоминается не сразу, а постепенно, и там с каждым кликом он дозаполняется. Сейчас расскажу подробнее. То есть вот у нас есть фотография платья, мы формируем из него вектор атрибутов, то есть отдельно там компоненты, отвечающие за цвет, отдельно за материал, отдельно за длину рукава. И дальше при каждом клике мы запоминаем только часть компонентов этого вектора и ищем похожие только по ним. То есть если вот в первом клике видно, что там запоминаем только атрибуты, выделенные красным, то есть тут на самом деле не так много атрибутов, с каждым следующим кликом мы запоминаем атрибутов больше. И когда атрибут запомнен, мы ищем похожие уже по всем запомненным атрибутам. И на самом деле таким образом даем возможность доуточнить свой выбор и сформировать итоговый вектор товара уже ближе к концу взаимодействия с лакинатором. И где-то к четвертому, пятому, шестому клику большая часть вектора атрибута будет заполнена, и можно будет уже переходить к результату взаимодействия с лакинатором. И отмечу, что к кликам мы дополнительно добавляем вес, делаем последние клики более важными, чем предыдущие. Это сделано для того, что вначале первые клики могут быть более-менее исследовательскими, то есть на самом деле пользователь еще не определился со своим выбором, а уже ближе к концу считаем, что вектор атрибутов доуточнился, и это уже клики на те товары, которые действительно пользователю интересны. Давайте посмотрим, что получилось в результате реализации второй итерации. То есть видим ту же самую подборку товаров. Предположим, девушка кликает на то же самое белое платье, как и в первой итерации. Видно, что после первого клика у нас подбираются в чем-то похожие платья по части атрибутов, но довольно они все равно еще разнообразные, то есть на них отличается цвет, у них отличается длина юбки. В целом еще можно поисследовать и повыбирать, какое платье более интересно. Дальше девушка кликает на следующее платье. Опять же подборка доуточняется, вектор атрибутов до запоминается, мы ищем похожие уже по большему количеству атрибутов. И где-то как раз к четвертому, пятому, шестому клику большая часть вектора атрибутов будет запомнена, и мы будем получать уже какие-то более похожие товары, вот как на крайнем скриншоте справа. И на самом деле здесь уже платье объединяется и цвет, и длина рукава, длина юбки. То есть в целом они уже сильно похожи. И если пользователь определился со своим выбором, может нажать на кнопку «Перейти к подборке» и в результате получить какую-то подборку товаров, которая похожа уже на все то, что он кликал, доуточняя вектор атрибутов похода взаимодействия с лакинатором. И дальше уже товар можно нужный, подавить в корзину, купить. То есть обычный процесс взаимодействия с ламодой. Про логику продукта я рассказал, про то, как мы реализовываем модель. Дальше расскажу несколько технических особенностей. Стэк лакинатора. Лакинатор у нас построен в виде бэкэнд сервиса на Go. Вся логика лакинатора зашита в нашем сервисе. Вектора, которым мы ищем похожие, хранятся в памяти. И в онлайне мы ищем по ним похожие. Отмечу, что Go выбран, потому что мы в ламоде весь бэкэнд разорватываем на Go. Ну и в целом достаточно для решения всех наших задач, поэтому тут что-то мы придумывать не стали. Отмечу, что про поиск похожих, он у нас реализован на самом деле по полному индексу. То есть мы ищем похожие без каких-то методов приближенного поиска. Почему так? Потому что мы успеваем обрабатывать запросы пользователя таким образом. То есть нет смысла что-то доускорять, потому что уже сейчас мы успеваем. Ну а почему мы успеваем? Потому что у нас лакинатор обучен по категориям. То есть у нас самая большая категория – это порядка 100 тысяч товаров, это плате. И мы в онлайне успеваем обрабатывать запросы пользователя и какими-то там усложнениями пока можно не заниматься. И на самом деле здесь есть еще потенциал. То есть даже если каталог вырастет в два раза, то мы все равно будем успевать обрабатывать весь индекс для поиска похожих. И про inference модели. Он построен отдельно. У нас ежедневно загружаются в сервис атрибуты и имбеддинги по новым товарам, которые добавлены у нас в каталог. И дальше они, соответственно, как загружены в сервис, уже могут попадать в продукт лакинатора при взаимодействии с ним пользователя. Сама модель работы через Airflow – это такой workflow для построения потоков данных. То есть там можно отдельно строить блоки, которые отвечают за построение данных, отдельно блоки, которые за обучение модели, и отдельно блоки, которые выгружают результаты уже в сервис нашего бэкэнда. То есть такой классический подход в ML. Тут на самом деле, как и все, что мы делаем, мы делаем через Airflow. Дальше еще из особенностей. Мы разработали отдельный демо-стенд для отладки. Это нужно было для того, потому что лакинатор на самом деле довольно сложная логика, и не всегда понятно, почему в тот или иной момент выдается тот или иной товар. Потому что непонятно, какие атрибуты в данный момент заполнены, почему мы ищем именно по этим атрибутам. И чтобы вот эту логику определить при разработке продукта, мы сделали демо-стенд, там все отображается удобно, то есть понятно, в какой момент, почему мы ищем похожие, какие товары подбираются. И это сильно ускорило нам разработку. И благодаря этому не надо было каждый раз что-то релизить на прот или на предпрод. Можно было просто в демо-стенде быстренько обновить, определить финальную логику. А уже как мы ее зафиксировали при начальной разработке, уже можно потом дальше было релизить. Да, теперь перейдем к результатам АБ-теста. Как и все решения, которые мы запускаем в LAMODO TECH, мы их тестируем через АБ-тесты. То есть мы запускали АБ-тест с локинатором, то есть где-то часть пользователей видел локинатор, часть нет. И в результате этого АБ-теста мы получили довольно интересные результаты. Первое — это мы смогли увеличить конверсию на 0,3%. Это конверсия в заказ. И причем эта конверсия увеличилась по всем пользователям. Что это значит? Что мы с помощью локинатора дали возможность пользователю найти тот самый товар, который его стимулировал к заказу. И как раз пользователи с локинатором чаще делали заказ, чем без него. То есть это очень важно. Конверсия в заказ — одна из ключевых наших метрик, в которой мы целимся. И второй результат, тоже не менее важный. Мы в два раза увеличили конверсию именно в первый заказ для пользователей, которые взаимодействовали с локинатором. То есть это значит, что у нас был пользователь, у него не было заказов. Таких пользователей мы называем для себя новичками. И как раз с пользой локинатора новички чаще делали заказ, чем без него. То есть локинатор позволял найти тот самый товар, который они готовы заказать. И, соответственно, пользователи делали заказ. И это как раз тоже очень важно, потому что помимо того, что мы хотим улучшить работу наших сервисов для уже постоянных пользователей, про которых мы довольно много знаем и многое можем персонализировать, мы также хотим заниматься привлечением новых пользователей. И конверсия в первый заказ — там одна тоже из ключевых метрик компании. Теперь перейдем к дальнейшим шагам. Есть некоторые особенности, которые еще можно у локинатора улучшить. Я вот расскажу про несколько из них. Первое — это то, что часто бывает, что локинатор может довольно быстро запомнить цвет, то есть атрибут цвета. Это происходит потому, что цвет занимает порядка 30% значения во всем векторе атрибутов. И так как это получается довольно много, то цвет просто чаще запоминается, чем другие атрибуты. И это может приводить к тому, что через несколько кликов мы можем получить, вот если смотреть на скриншот справа, подборку платьев одного и того же цвета. Можно с этим бороться. Например, добавлять еврестики. Например, цвет запоминают только в том случае, если пользователь кликнул два раза на товар одного и того же цвета. Ну, либо как-то более умно запоминают там компоненты вектора цвета обратно пропорциональное количество цветов. То есть на самом деле, если у нас цветов много, мы будем просто их меньше запоминать, чем остальные атрибуты. И тем самым цвет будет запоминаться позже, не при первых кликах, а ближе к концу. Также есть несколько идей для того, чтобы вообще обновить логику локинатора и его построение. Есть интересный доклад от Яндекса на ML.py и Revan. Там ребята рассказывают про подход с вычитанием и добавлением атрибутов из товара. Ребята таким образом, специальным образом обучают нейронную сеть, которая так обучена, что вот можно взять фотографию товара, например, синюю блузку, как на слайде, вычесть из нее некий embedding средней длины рукава и добавить embedding длинного рукава. И тем самым мы получим похожие блузки, но уже не со средним рукавом, а с длинным. И в целом такую логику можно вполне встроить в сам локинатор, то есть после кликов давать пользователю возможность менять атрибуты товаров, например, опять же, менять рукав с короткой длины на среднюю или на длинную. И тем самым пользователь может доуточнять свой выбор и также находить тот самый товар, который ему нужен. И еще есть одна идея по развитию, она связана со статьей Амазона. Это так называемый подход распутывания embeddingов. То есть на самом деле тот embedding, который мы строим по фотографии, можно распутать. Что это значит распутать? То есть можно понять, какие компоненты этого embedding, этого вектора отвечают за какие атрибуты. И на самом деле, меняя эти компоненты, можно, например, изменить цвет с синего на серый. Или там, опять же, поменять длину рукава с короткой на длинную. То есть тем самым подобную механику, как и в подходе от Яндекса, можно брать и менять вектор embedding таким образом, чтобы изменялись какие-то специальные атрибуты товара. И также у пользователей есть возможность менять не весь товар, а, например, какую-то часть товара. И, может быть, уже этот товар он будет готов купить. Для тех, кого заинтересовал Локинатор и захотелось попробовать с ним взаимодействовать, привожу QR-код, переходите в приложение Lomoda, можно попробовать запускать Локинатор и посмотреть, как он работает. Отмечу, что для того, чтобы взаимодействовать с Локинатором, придется именно скачать приложение, потому что веб-версии сайта Локинатора сейчас нет. Но это на самом деле происходит потому, что драйвером роста у нас являются приложения, то есть чаще целевые действия, которые нас интересуют от пользователей, происходят в приложениях, это в IOS и Android. И новые продукты мы чаще всего запускаем в приложениях, а веб-версия обычно ее догоняет. На самом деле позже, но тоже появляются все продукты, которые мы делаем. Поэтому, может быть, Локинатор мы в будущем тоже добавим на веб-версию. И отмечу, что Локинатор — это такой пример нетипичного примения ML в продукте. То есть если мы берем E-ком, то все делают какие-либо продукты? То есть все делают ранжирование каталога, все делают поиск, товарные рекомендации. Это такие хорошие подходы, которые приносят эффекты, но это такой типичный подход в индустрии. А Локинатор — это как раз какое-то нетипичное примение ML, что мы взяли, сделали новый продукт, которого по факту на рынке у конкурентов нет, и он принес пользу как самим пользователям, которые находят тот самый товар, который им нужен. Ну и нам, как компании, потому что мы получаем эффекты в целевых метриках. А что-то у меня не отображается. Да, буду рад, если оставите отзыв о докладе. И также привожу ссылку на наш телеграм-чат Латеха. Там мы рассказываем про то, какие продукты мы делаем в Ламода Тех. Если интересно посмотреть, что мы еще делаем помимо Локинатора, то подписывайтесь, узнаете много всего интересного. Спасибо за внимание. Да, все, аплодисменты. У меня, кстати, с Латехом абсолютно другие после университета ассоциации. Теперь буду знать, что это Ламода Теха, тоже Латех. А, друзья, у кого вопросы, поднимайте руки. Кто смотрит нас онлайн, пишите в чат. Будем задавать вопросы из чата. У кого микрофон, встаем, задаем. Дим, ты выбираешь лучший вопрос. Да, да, хорошо. Спасибо за доклад, очень было интересно. У меня такой вопрос. А как вы понимаете, что Лакинатор работает хорошо? В том смысле, что он предлагает… Его трек предложений доводит пользователя именно до того, что он действительно хотел. Это только конверсия в покупку? Или, например, если бы Лакинатор пошел по другому треку, то он еще бы больше увеличил конверсию? Ну вот, какие-то еще другие метрики существуют. Да, я понял. Да, то есть помимо того, что мы смотрим на конверсию, что был у этого пользователя заказ, мы также смотрим, что был заказ именно с тем товаром, которым он выбрал в Лакинаторе. То есть это тот товар, который он действительно нашел из Лакинатора и его, соответственно, купил. Поэтому мы проверяем, что это не просто случайный какой-то прогресс, а реально из Лакинатора этот товар был получен. Ну вот, наверное, так. То есть этим мы гарантируем, что эффект именно от самого Лакинатора, а не просто какой-то случайный. То есть было взаимодействие с Лакинатором? Да, было взаимодействие с Лакинатором, и был куплен тот самый товар, который в подборке от Лакинатора был. Все, понятно. Должно совпасть два критерия, получается. Так, давай, задавай. Спасибо за доклад. Действительно, очень здорово. Классный продукт. У меня комплексный вопрос из двух, если можно. Первый вопрос касается продуктового развития, второй – технического. По продуктовому развитию, ну, представляется интересная фича добавления своих фотографий пользователям, не из списка, который вы предлагаете, а пользователь подгружает, и, соответственно, похоже что-то с его вариантом ищется. Рассматривали ли такое продолжение, как развитие продукта, либо как доп.фича? Первый вопрос. Второй вопрос в плане технического развития. А, стой, стой, погоди, давай мы по очереди. Давайте по очереди. Да, тут продуктован уже записал фичу, наверное, да? Нет, на самом деле у нас такой функционал даже сейчас есть, это поиск по фото, то есть пользователь может в приложение загрузить там свою фотографию или фотографию какого-то товара сфотографировано где-то, и мы найдем похожие товары, которые у нас есть в каталоге, на то, что на фотографии от пользователя будет. На самом деле такое есть, но мы это не объединяем с Лакинатором, это сейчас вот у нас в другом месте, то есть это в поиске. Ну, словно поиск по картинке, да? То есть мне кажется, много у кого есть поиск по картинке. Да, да, и у нас он тоже есть и работает. Ну, кажется, было бы интересно симбиоз этих фичей. Ну, можно подумать на самом деле, да. Спасибо. И второй вопрос технический. Как правило, вознагруженные системы, где идет поиск по векторам и беннингов, они упираются в производительность на этапе поиска похожих векторов. Я увидел, что у вас сейчас под капотом постгресс. Ну, наверное, вы не масштабируетесь там, если будет такая необходимость, какого-то количества запросов. Вот смотрите, как вы смотрите на эту проблему, если она есть, и в какую сторону решения смотрите. Это будут, например, какие-нибудь специальные векторные базы данных, которые сейчас начали появляться, либо, может быть, это какой-то будет стэк, как обычно делают в конце эластик, там до этого какая-нибудь более холодная база. Спасибо. Да, ну вот сейчас, да, я говорил, что у нас такой проблем не стоит, то есть вектора хранятся в постгрессе, но потом при поднятии сервиса мы их подогружаем уже в память сервиса и в память успеваем вырабатывать. Но на самом деле, да, вопрос хороший, то есть в будущем можно, если там нагрузка вырастет, и там, например, у нас намного больше каталог, чем сейчас, можно действительно какие-то рассмотреть там векторные базы или методы там приближенного поиска похожих товаров, ну, там построение специальных индексов, которые там ищут похожие, но уже не точно, но там приближенно, но с хорошей точностью. Вот, в целом тоже про это думаем. А так постгресс вообще классная штука, что тащат. Так, ага. Привет, спасибо большое за доклад, было очень интересно. Вот ты сказал, что есть какие-то более классические методы, когда мы как раз-таки ранжируем больше основы на кликах для того, чтобы увеличивать конверсию. И вопрос, как, ну, наверное, это должно быть как-то вместе работало, кинатор и какие-то более классические методы по ранжированию. Вы как-то пробуете эти два подхода дружить друг с другом или это вообще независимые два трека по-разному работают? Сейчас-то независимые, то есть это там разные точки входа. То есть в каталоге в целом можно перейти в локинатор, но там то, что было показано раньше в каталоге, оно не будет учитываться, это будет просто локинатор в категории, например, платье. Но в целом как-то можно думать о том, чтобы делать симбиоз, условно там пользователь рискает каталог, смотрит на какие-то товары, кликает, и мы можем изменять там каталог, например, как там в ТикТоке, и подстраивать каталог про то, что он кликал, смотрел в текущий момент в категории, и выдача будет там в моменте обновляться, исходя там с того, что пользователь делает. То есть такие идеи тоже есть, но там сейчас это не реализовано. А потом визер будет пытаться избавиться от этой рекомендации, чтобы ему перестали показываться белые платья. У меня еще один вопрос по тому, как работает этот инструмент. Трек идет всегда по одному и тому же типу товара, ну, грубо говоря, там по платью, или человек, который пользуется этим инструментом, он видит образ, и, например, в этом образе платье-платье, а в итоге ему нравится какой-нибудь там шарф, и он в итоге покупает шарф. Как работает? Сейчас по категории, то есть условно, если там девушка зашла в платье, она будет вот искать только похожее платье. Образы в лакинаторе не учитываются, но образы учитываются в других продуктах, то есть мы думаем про то, чтобы там человек искал не один товар, а какой-то уже образ сформированный и покупал вообще в идеале целиком образ готовый. Но в лакинаторе пока образы мы не встраивали, они живут отдельно. Ну, типа еще одна фича в бэклог потенциально. Можно так сказать. Можно много чего крутить. А ты рассказал, почему лакинатор? Да, потому что созвучность акинатор игрой, на которой мы вдохновлялись. Все играли в джинного этого. Так, еще вопросы какие-то. Поднимайте руки, задавайте. Давай. В микрофон, да, погоди. В микрофон. Сколько делали, да? Мне кажется, суммарно от идеи до первых запусков где-то полгода прошло, но для того, чтобы принесло эффект, это где-то год. Для того, чтобы докрутить так, чтобы это действительно принесло пользу. А сколько народу участвовало в проекте? Ну, получается, у нас DS-команда обычно, то есть получается там два человека элит. Есть DEV-команда тоже несколько человек. И PRODUCT, PRODUCT. Ну, такой обычный состав команды. Ну, то есть порядка, мне кажется, там семи, наверное, восьми человек. Окей. Ладно. Еще кто-нибудь хочет ворваться? Давайте вот в первом ряду. Давайте вот микрофончик сюда. Так, и у нас… Ты можешь пока, Дим, думать лучшие вопросы. Ну, да, но у меня много шоперов, поэтому постараюсь почти всем дать. Тупо всем подробнее. Привет. У меня два вопроса, если можно. Первый вопрос. Пытались ли вы при обучении классификации атрибутов отойти от обычной классификации в сторону метрик лернинга и его лоссов? И второй вопрос… Стой, 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 давай. Первый вопрос. Окей. Не пытались, потому что научились прогнозировать атрибуты классической классификации хорошо, но идею можно применить. И второй вопрос. Не думали ли вы о том, что потенциально когда-то упретесь в то, что у вас предефайненный сет атрибутов, которые потом придется как-то расширять, и, возможно, стоит перейти на описание на естественном языке и просто его кодировать? Хороший вопрос. В этот вопрос точно можно упереться, особенно если каталог сильно растет и появляются какие-то новые атрибуты товаров. Сейчас мы работаем как есть и это срабатывает, но в целом в будущем действительно в идеале на прям фиксированные атрибуты лучше не закладываться. То есть строить либо какие-то ибеденькие, либо вот как ты предложил текстовое описание товаров и на них по ним искать похожие. Да, вот в целом это какое-то там будущее развитие того, что есть. Так, окей. Еще? Еще кто-нибудь? Нет, не созрел. А сколько шоперов у тебя? Мне нужна подсказка. Много? Четыре. Четыре. Так, мне кажется, вопросов было чуть больше. Ну, давай тогда тыкай. Ну, вот по атрибутам вопрос хороший. Так, давай, а ты поднимай руку, значит, тебе шоппер. Вот мужчина несколько вопросов задал тоже, я думал, на шоппер. Тебе шоппер, два шоппера ушло. Спросил. Так, еще у нас… Да, вот там тоже было интересно. Первую ряду про бизнес два вопроса. Так вот сюда вот, в синей рубашке, кофте. Так, еще два. Кто еще вопрос поднимал? Давайте помогите нам немножко. А вот молодой человек, кажется, задавал вопрос, тоже давайте шоппер. Так, вот, да, задавал вопрос уже, да? Ну, ладно, у нас есть. Все, давай, давай, тебе шоппер. И у нас последний подарок от Онтика, от партнеров «Газпромнефть». Тоже давай кому-нибудь. Кто еще задавал вопрос? Все, никто больше не задавал? Давайте тогда вот молодому человеку про атрибуты. Прям хороший вопрос. Все, все. Так, Дим, тебе тоже подарок. Друзья, давайте аплодируем Диме.